Всем доброе утро! Мы ни свет ни зря поднялись и уже приехали на нашем туристическом автобусе. Куда бы вы думали? Конечно же, квартал Чайна Таун в Куала-Лумпуре. И вот здесь начинается китайский квартал Чайна Таун, о чем свидетельствуют вот эти веселые китайцы, показывающие нам пальцы. И также тут видна башня, телевышка. Это веселый Джеки Чан. И вот уже начинаются китайские кафешечки с веселыми Джеки Чанами на стене. Китайские газеты, журналы, китайские тапочки резиновые. И, конечно же, куда же без китайских фонариков классных. Они добавляют здесь атмосферы и от аутентичности. На той стороне улицы тоже вон кафешки, менюшки, красивые аппетитные фотографии. С блюдами. Тут магазинчики. Готовка на улице. Закусочная на колесах, как в фильмах про Джеки Чана. О, смотрите, какая тут вкусняшка висит. Тут тоже какие-то закуски китайские. И квартал движется в ту сторону. И мы вместе с ним. Тут какой-то рыночек. Снуют байки. Смотрите, тут какой движ. Сейчас утро, суббота. Вон, все уже проснулись, едят, кушают. Всякие вон вкусняшки. Вон, смотрите, сало китайское. Вон, смотрите, это что, роллы китайские? Тут, тут так душно, все жарится, варится. Такой местный китайский фудкорт. Прикольно. Вот тут фонарики китайские уже побольше такие. Пузатенькие, как Ксюша бы сказала. Интересно, это уже китайский рынок, который называется центральный рынок, или еще нет? Вон тебе шопперы надо. За 10 риней гид всего. Я подсадил Ксюшу из разных стран покупать шопперы национального колорита. И вот за 10 рингит тут малазийский Куала-Лумпур нормальный. Ксюша побольше хоть. Конечно, она много носит еды и напитков в нем. А как вы понимаете, что рынок с едой постепенно перешел в китайский рынок с одеждой и прочими товарами? Тут продаются такие магниты, говорят, набор, вот этот сколько тут, 6 магнитов, 10 рингит. Интересно, как-то не очень дешево, вернее, не очень дорого. И тут много всего другого тоже интересного. А Ксюша берет вон два маленьких шоппера, говорит, еду носить буду на работу. Молодец. Тут же мы нашли недалеко майки Пола по 10 долларов или даже меньше, по 40. Вот, красивые разные цвета. Взяли мне две и взяли Ярику две. И еще сторговались. Ну, короче, там совсем они недорого стоят. Все, thank you. Thank you. Вот, такую взяли. Такую. 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 Спасибо. Мы зашли в такую лавку, где продаются футболки с медвежатами. Я давно хотел с кем-нибудь медвежонком. Вот такую взяли. И еще парочку. Тоже 45 рингит, да? 45 рингит. Ну, еще сказали, торгуемся, берем несколько. Да, это и был центральный рынок в китайском квартале. Только мы зашли в него с другой стороны. А вот здесь главный вход. Мы тут прикупились, прибарахлились. В основном я. Наверное, не в основном, а только я. Сейчас пойдем обратно к Ксюше что-то смотреть. Наверное, сумку Луи Винтон ей прикупим. Ботинки Гуси. И мне еще костюм Абибас, конечно же, не помешает. А то мой уже сносился. Здесь какие здания. Вот примерно, да, так я представлял китайский квартал. Судя по фильмам. Я первый раз в Чайна Тауне, в какой-либо стране. Тут все готовятся к Хэллоуину. Прикольно, как будто реально декорации к какому-то фильму китайскому. О, здесь уже Новый год. Вон, смотрите, какие ведьмы. Красивые китайские фонарики. Тут вовсю идет торговля. Вон, гирлянды, дождики. О, медведи какие большие. Прикольно. Ксюша там снимает что-то, наслаждается китайской атмосферой. Мы пойдем опять в рынок. Ксюша гуси искать. И Луи Винтон. Ксюша заприметила себе шлепанцы. Ей такие понравились. Ну, клоуны. Я боюсь клоунов. Это может не клоуны. Или вот эти клоуны. Мне клоунов в жизни хватает. Сколько? 30. Сколько? Я не подала. 80? 30. Тонненький вариант. Тонненький вариант. 15. 30. 50. 40. 50. такие. confort. 50. 150. вот такой он китайский рынок куала лумпуре ну честно говоря особого впечатления он не произвел видали мои получше ассортимент многое что себе мы приобрели а здесь вот какая-то нереальная движуха что-то вызывают заказы уж ресторан бум чум 1893 года смотрите сколько много здесь народ а там еще больше у меня складывается предположение что китайцы очень любят очереди состава тут разная выпечка красивая пахнет вкусно китайском квартале находится такой райончик тоже вот туристически достаточно здесь вот много туристов но его рекомендуют обязательно посетить потому что здесь такой район граффити и всяких инсталляций нас уже встречают китайские фонарики на входе и куча китайцев вокруг тут вход уже на входе встречает вот такая девушка из мозаики дальше мост среди бамбуковых деревьев блины мы попали в самый час пик китайцы здесь вон какой-то чувак с фингалами гвоздями кого-то прибывает а тоже хэллоуин походу а это выставка какая-то хоррор хаус дом ужаса очень много здесь народу все фоткаются не дают подступиться и вот мы выбрали момент когда все отсюда с 3 стули и пришли сюда наверх о ксюша опять какой-то зубоврачебное кресло смотрите ксюша сидит а да это кресло цирюльника кстати а он сзади тебя стрижет мужичок он смотрел с ножницами пытается тебя постричь или пришить здесь вон такая дама мадам брошкина сигарет из балкона смотрит он к это загадочная китайская леди кто-то вешает бельишко велосипеды и веселые ребята прыгают через скакалочку и причем скакалочка из резинок сделан натурально прикольно так сделано пацан держит и девочка держит и девочка пляшет скачет ксюша отдыхает на солнцепёке о и яре тут примастился на лесенке пока никого нет и вот полный двор людей которые фоткаются но мы пока еще отсюда не свалим не дадим им а тут кто-то живет наверное мы в этом квартале граффити так запарились жарко вообще щас становится самое пекло а тут рядом такая неприметная дверца нарисовано такое вкусное освежающее мороженое на вид мы решили сюда заглянуть и что мы видим мы видим ярю который выбрал все мороженое большое баблби кафе называется а я это даже не видел что над нами такая красота висит и помимо мороженого здесь есть ван бургеры и шаурма завтраки вот смотрите и вот какое четыре вида мороженого я ли выбрал вот это 22 рингита здесь тоже какие-то тут прибамбасы китайские зонтики и вот такое основное помещение а мы приютились каморочки как мы любим далеко от всех и вот что принесли такую шаурму я режу на нее претендует коктейль ксюша заказала красивого цвета ну что скажешь да конечно у меня чуть по понесли пусть все же говорит не очень сладкий даже я рассказал что он в шоке а мне скромно кофеек и вот такой маленькой печенькой а вот и так называемое мороженое почему так называем потому что это практически полноценный обед для я рида всю жизнь бы так уж и в шоке стоит 22 аренгита здесь тоже инсталляция девушка манит красным платком вниз ну на самом деле идти сюда не знаю если бы я знал я бы не пошел ничего тут особо такого супер интересного нету но много народу все фоткаются и не протолкнуться так скажем но мороженое было вкусно тут красивые разрисованные домики тоже все ходят фотографируются так атмосферно специально ехать сюда я не стал а это может и есть квартал маленькая индия который тут недалеко от китайского какой красивый храм да вам как на шри-ланке разуваются в при входе и заходят смотрят что там происходит я вижу уже бога многорукого шива и тут же недалеко еще один смотрите тоже такой красивый достаточно он тут драконы это наверно китайский тут драконы фонарик и тут встречаются кусочки индии да да Субтитры сделал DimaTorzok Вот куда мы забрели и видели А тут очередь, что-то бесплатно раздают людям Вон целый багажник на крутой машине, на Porsche даже Люди приходят и что-то берут, какую-то еду, наверное, в пакет И вон люди, которые только что получили еду В этих пластиковых боксах, вот сразу садятся и кушают Вот так тоже тут есть И здесь, наверное, их лежанки Пока никого нету, но видно, тут вон дошек стоит Кто-то тут живет О, первый раз увидел здесь реку А ведь название Куала-Лумпур в переводе означает Грязная река или грязное устье, что-то такое И буквально в 300 метрах от места, где раздают еду Находится вот центральная площадь, площадь независимости Или Мердека-Сквер Или площадь республики Ну, там кто как ее называет Но Мердека-Сквер это ее официальное название И на площади находится вот это красивейшее здание Дворец султана Абдул-Самада В 13.05 мы бежали, чтобы успеть на проходящий нас баз туристик Потому что очень жарко Здесь кондишен, тенек, даже наверх не пойдем Очень жарко А мы закатились в полюбившиеся Ксюше и Ярчику Кафе-суши у Генки Букина И нам уже он привезли на тележке заказ Вот это вообще непонятно что Такое впечатление, что они присылают все, что самих решат Ксюша говорит, я один суп заказывал Пришло два Вот это вообще непонятно что Ксюша, это наверное бонус Бонус дали Ага, дадут тебе Суши Яри такое заказывал Я говорю, нет, не заказывал Но есть Сейчас нам официант все рассказал Оказывается, да, это мы все заказали Я заказал сет Там входит терияки какой-то И кукуриный Входит вот эта фигня Не знаю, что это И мисо суп один входит Оказывается, это все входит в один сет А мы уже не могли понять, что такое Что это происходит И вот что основное блюдо этого сета Который сюда входит Цыпленок Вот какая сегодня движуха в торговом центре Народу реально как в этом Дубай молит Похоже очень И кстати говоря Тут много чего Вот так вот Закос под Дубай мол Мы нашли много параллелей Смотрите, мы зашли Мы зашли в Сифор И я решил попробовать какой-то парфюм Думал, что это духи Подушился В итоге это Смотрите, что это получилось Вот смотрите, что это такое Да, теперь упаковка Говорили, что тебе не трогай ничего Ну, совсем малыш Да, да Мин, ну посмотри, как ты делаешь Да ничего Постираем Постираем А что это? Это может Чтобы Это, наверное, в чернокожего превращаться Это мы уже флаг Палестины держим Здесь, особенно сегодня Вот и в торговом центре мы стоим Ходим Многие с флагами Палестин Поддерживают, что сейчас происходит в секторе газа Вернее, не поддерживают Поддерживают тех людей Которые страдают в секторе газа Сейчас его разносят по камням И именно сегодня Почему-то много людей в одежде Палестинских флагов Просто с палестинскими флагами идут Которые поддерживают Палестину Вот о чем я говорил Тут, наверное, какой-то митинг был В поддержку Палестины И вот Все фоткаются Все с флагами Все С символикой Смотрите, сколько народу Это около башни Петронос Вон кричат что-то Надо подойти посмотреть Да, и тут продают сразу эту символику Кому война, кому мать родна Пора валить домой, пока не поздно Честно говоря, мне тоже немножко даже не по себе стало Люди поддерживают Каждого свои взгляды У каждого свой интерес Но взгляды То, что не должно такого проходить Происходить Они должны быть по-любому у всех У всех Такого не должно твориться Что с одной, что с другой стороны И это даже не обсуждается А рядом с башнями-близнецами Находится вот такое место Рай для деток Тут можно детям Но, наверное, я думаю, и взрослым Побултыхаться в жару Смотрите, какие каскады Искусственного водопада Смотрите, да, сколько детей Сегодня суббота Также тут такие милые столики со стульчиками А на столиках шашки, шахматы можно сыграть Милое дело А здесь, как раз рядом с парком Вот за этим забором большим Осуществляется очередная грандиозная стройка Наверное, какого-то опять гигантского небоскреба Вот и фонтанчики с питьевой водой Вот тут крутой вид на башню А мы шли домой и наткнулись вот на такую красоту Вы только гляньте Смотрите, какая шикарная елочка Какая красивая И еще карета Но тут написано Не входить, все переграждено Сидят челы, украшают Welcome to Platinum Park Очень красиво И к такую жару Немножко рождественско-новогоднего настроения Нам добавилось Ну, непривычно видеть В таких жарких странах Новогодний такой реквизит А еще мне нравятся вот эти растения на балконах Обвито все плющом вьющимся И какие-то челы С листиками, с ромашками Что-то они символизируют, я не в курсе А мы пришли опять на крышу в бассейн Хотели прийти именно когда темно Чтобы увидеть эту красоту Но начался ливень Гроза, молния И охранник всех выгоняет из бассейна Мы еще даже зайти не успели А он уже всех выгоняет И мы не успеваем Не успеваем мы Сфотографировать и сфоткать Вернее, и снять вот это Смотрите Башня Петронос В ночном их виде Но ливень идет большой И молния рубит хорошее Ксюша говорит, что закончится сейчас дождь И все будет хорошо А молния рубит такая хорошая Там один чел не хочет уходить А охранник пошел разбираться с ним Наверное, сейчас наваляет там По полной помидоры Он куда-то пропал Да? Бассейн опустел С этой стороны тоже неплохой видок На ночной Куала-Лумпур Ох ты, какая молния Ну что, охранник сказал, что дождь вряд ли прекратится Он может идти и до завтра Поэтому уходим И, как говорится, не солоно хлебавший Окунуться не удалось Жаль очень Потому что наше путешествие В Малайзии подходит к концу И мы хотели вот этим красивым кадром Его завершить Жаль, что так вышло Ну, погоде не укажешь Поэтому пойдем собираться Всем доброе утро И вот мы выселяемся из наших крутых апартаментов И решили сегодня немного шикануть В аэропорт заказали вот такую Тойоту Альфард Я давно мечтал на ней покататься Да и я тоже Чего скрывать Машин пока нет 7 утра Едем в аэропорт На этом наше путешествие По Малайзии заканчивается К сожалению, нам тут понравилось Понравилось нам? Конечно, даже грустно Будет повод приехать еще раз Потому что мы узнали эту страну И сделали вывод, что тут стоит побывать Тут еще много чего интересного Да, к сожалению, наше путешествие Подходит к концу Но оно подходит к концу Только для того, чтобы начаться новому путешествию И оно начинается прямо сейчас Но об этом смотрите В следующей серии Всем пока Пока